Сегодня подведем итоги прошлой недели на российском рынке акций, посмотрим куда мы движемся, обсудим основные новости, такие как потолок цен на нефть и действия ОПЕК+, а также разберем основные новости российских компаний. Напоминаю, что вы находитесь на канале Путь Инвестора, обязательно подписывайтесь, с вами Артем и мы начинаем. Итак, индекс московской биржи за неделю снизился на 0,7%. Долларовый индекс РТС за счет того, что рубль ослабел по отношению к доллару, снизился на 3% почти. На этой картинке вы видите динамику изменения индекса московской биржи за одну неделю и так как вы видите, последние 3 недели у нас изменения идут в пределах 1%, то есть можно сказать, что мы стоим на одном месте. При этом, если смотреть на тепловую карту российского рынка, видно, что какие-то компании обгоняют рынок, какие-то наоборот смотрятся хуже рынка. Пару слов о курсе рубля к доллару. Ранее я вам говорил, что курс рубля к доллару стабилизировался в районе 60 рублей за 1 доллар. И вот на этой неделе мы видим такой достаточно существенный рост 2,5%. 62 рубля теперь дают за 1 доллар. И многие стали говорить о том, что началась девальвация рубля. Я на самом деле с этим не согласен. Я думаю, что мы в районе 60 и будем колебаться в ближайшее время. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет действовать потолок цен на российскую нефть. Далее посмотрим, что нас ждет на следующей неделе. Итак, 5 декабря в понедельник Лукойл собирает внеочередное собрание акционеров, на котором повестка не раскрывается. Очень интересно, что же нас там ждет. Также у Белуги будет совет директоров по поводу дивидендов. 6 декабря Лукойл собирает повторное внеочередное собрание акционеров, на котором повестка также не раскрывается. Ну, вообще, заинтриговали конкретно. И 7 декабря Инартика, это бывшая Русаква, проведет внеочередное собрание о дивидендах за 9 месяцев 2022 года. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете будет обсуждаться на этих встречах Лукойла. На очереди у нас лидер роста и падения. Итак, на первом месте завододобытчик Полиметал, плюс 9,5%. Полюс на втором месте, плюс почти 7%. Компании перформят за счет того, что мировые цены на золото растут. Далее, Сургут, нефтегаз, вырос на 5% без новостей. Здесь какие-то, возможно, манипуляции. Селегдар, опять же, золото добычи. Кренессанс, Белуга, Софмар, МРСК Волга, Солерс и Киви. В лидерах падения у нас Европейский медицинский центр, Росети Москва, ДВМП, Совкомфлот, Пик и Магнит. Так как рынок фактически стоит на месте, индекс страха и жадности тоже стоит на месте. Начали неделю мы в районе 44, закончили в районе 45. Ежедневно индекс страха и жадности, лидеры роста и падения, а также все основные новости российских компаний вы найдете в нашей группе в Телеграм, которая называется Российские акции. Эта группа поможет вам инвестировать и торговать на российском рынке. Обязательно подпишитесь, ссылки будут внизу в описании и в закрепленном комментарии. Также предлагаю посмотреть на лидеров по оборудованию торгов за ноябрь. Итак, на первом месте у нас обычные акции Сбербанка. Посмотрите, с каким отрывом Айсбер обошел Газпром, который находится на втором месте. На третьем – Полюс, на четвертом – Лукойл. На пятом месте – Детский мир. Далее – Роснефть, Норникель, Яндекс, Тиньков, Новотек, Магнит, Магнитогорский металлургический комбинат, привигированные акции Сбера, Полиметалл и ВТБ. Обратите внимание на динамику изменения цен за этот месяц. Индекс за месяц не изменился и на 1%, в то время как некоторые компании существенно выросли, обогнали рынок. Смотрите, Полюс плюс 19% прибавил, Полиметалл плюс 18%, а некоторые существенно отстали от рынка. Магнит, кстати, это мой фаворит, Яндекс и Новотек. Все эти три компании – это мои фавориты, но именно в этом месяце, к сожалению, компании отстали от рынка. Далее посмотрим на динамику индексов, которые составляют московскую биржу. Нас эта динамика интересует за последнюю неделю. Итак, лучший рынок был сектор металлов и добычи, плюс 1,7%. Индекс химии и нефтехимии показал незначительный рост, тоже в зеленой зоне. Кстати, это единственный сектор, который торгуется в положительной зоне с начала года. Проигравшими на этой неделе был транспортный сектор минус 2,2% и индекс электроэнергетики минус 1,5%. Далее посмотрим на динамику акций, которые входят в московскую биржу с начала года. Здесь у нас в положительной зоне осталась одна компания. Фосагра, Русгидра оказалась уже в отрицательной зоне из-за неудовлетворительного отчета, который показал существенное снижение прибыли компании. В аутсайдерах у нас по-прежнему полиметалл минус 71% с начала года, ВТБ минус 65% и Аэрофлот минус 58%. Подбирается к тройке аутсайдеров Яндекс на фоне новостей о реструктуризации бизнеса. Если посмотреть на другие компании, то тут все те же лица. Группа Позитив, Акрон, ДВМП. В лидерах прибавка более чем 40% с начала года, а в аутсайдерах у нас все те же компании. СПБ Биржа, Хэтхантер, Мвидео, Распадская, Сегежа, Мечил, Циан. Далее переходим к главной новости. И как я вам ранее говорил, в ближайшее время главная новость будет это потолок на российскую нефть. Итак, Еврокомиссия официально объявила, что предельная цена на российскую нефть будет 60 долларов за бочку. Санкции вступают в силу с 5 декабря. Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами в третьи страны нефти или нефтепродуктов. Поясню еще раз для тех, кто не понял. Эти ограничения не связаны с тем, что какие-то страны будут присоединяться к этим ограничениям, типа Китая и Индии. Ограничения эти накладываются на транспортировку и на страхование российской нефти. Многие ждали, чем же ответит ОПЕК+. И вот только что комитет ОПЕК+, рекомендовал Альянсу сохранить текущие параметры сделки и продолжить сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. То есть понятно, что сейчас ОПЕК никаких резких движений предпринимать не стал и хочет посмотреть, как же будет развиваться ситуация. Если говорить о России, то Песков заявил, что Россия принимать потолок цен на нефть не будет и после быстрого анализа будет решение о том, каким образом будет организована работа. Совершенно понятно, что Россия готовилась к этому решению. Россия собирает теневой флот танкеров для смягчения эффекта от нефтяных санкций, сообщает Financial Times. По данным судоходного брокера, Москва закупила уже более 100 устаревших судов для перевозки сырой нефти. России нужно более 240 судов, чтобы сохранить текущий экспорт, заявляет один из аналитиков. Другой аналитик говорит, что по сути любые ограничения приводят лишь к частичному перераспределению прибыли от производителя к посредникам. То есть мы с вами понимаем, что у России прибыль будет ниже, в то время как у посредников она возрастет. Посредники будут различные компании, а если мы говорим о странах, то скорее всего этим посредником, который будет выгодоприблюдателем, им станет Турция. Аналитик Спайдл также считает, что проблема будет в возросших логистических, посреднических и страховых расходах. Средняя стоимость фракта судов в Индию и Китае сейчас стоит 15-20 долларов. Добавить к этому страхованию финансовое сопровождение в 5-8 долларов за баррель и может выходить 20-30 долларов дополнительных расходов. Все пока идет к тому, что Россия теряет 70% своего рынка сбыта в объеме 2021 года с ограниченной компенсацией в Азии и сдержки на которую выводят торговлю на грань рентабельности. Ситуация сложная, но терпимая. Точные объемы компенсирующих нефтепотоков в Азии еще предстоит оценить, но все упирается в инфраструктурные ограничения. Пока рано считать, сколько может быть перенаправлено в Азию в 2023 году, ровно как и объем выпадающего экспорта нефти и нефтепродуктов. То есть все говорит о том, что рентабельность наших экспортных нефтяных компаний пострадает. Они и сейчас осуществляют продажи существенным дисконтом 20-30 долларов по отношению к нефтемарке Brent, а сейчас еще на них лягут дополнительные расходы по страхованию и фрахту. Именно поэтому покупки в нефтяном секторе России я поставил на паузу, но продолжаю удерживать две компании. Это Лукойл и Роснефть. Еще одна главная новость на этой неделе – это, конечно же, массовые протесты в Китае. На фоне этих массовых протестов против ковидных ограничений, прокатившиеся по стране в минувшие выходные власти Китая обозначили некоторое смягчение политики нулевого ковида. То есть Китай постепенно отходит от своего зеро-ковид-подхода. В десятках районов Шанхаи и Гуанчжоу, городах, в которых наблюдается рост числа случаев заболевания, а также происходили массовые протесты, в четверг сняли ограничительные меры. По слухам, первые меры по смещению режима зеро-ковид, жесткие карантины, будут объявлены Китаем в ближайшее время. Будет введена индивидуальная изоляция в квартире. Сейчас действует протокол блокировки всего многоквартирного дома. Временные локдауны уже отменены в семи районах Гуанчжоу. Карантины ослаблены в Чунчхине и Чинчжове. Смещение режима зеро-ковид продолжится через 15 дней. Стимулирование роста начнется в середине декабря, усилится в январе-феврале. На фоне таких новостей, ноябрь на гонконгской бирже оказался лучшим с 2003 года, прибавил больше чем 26%. То есть там творится просто сумасшедшее ралли. Лично я не удержался и впервые с 24 февраля приобрел акции зарубежных компаний Alibaba и Baidu. Ранее я их уже держал, правда покупал я их в долларах, сейчас я их купил в гонконгских долларах. Это покупки не все, будут и другие компании в моем портфеле появляться. Есть кстати мысли, как ослабление политики зеро-ковид в Китае отразится на некоторых секторах, из которых надо будет выискивать лучшие компании для покупки. Если вам интересна тема Китая, обязательно подпишитесь в нашу группу в телеграм, которая называется «Китайские акции». Ссылка будет внизу в описании и в закрепленном комментарии. А также дайте знать, хотите ли вы получать больше контента именно по китайским компаниям, которые торгуются на Гонконге. Далее посмотрим на технический анализ индекса московской биржи. Здесь я вижу два сценария. Первый сценарий это разворотный паттерн, который называется «Голова и плечи». Это у нас левое плечо, это голова, это правое плечо. Вот если мы пробиваем уровень 2167 пунктов, то есть идем вот сюда, соответственно мы по законам технического анализа должны снизиться на величину от линии шеи до вершины. Соответственно куда-то вот сюда, к уровню 2100 пунктов. Второй сценарий более оптимистичный. Здесь мы можем видеть формирование треугольника А, Б, С, Д. Дальше будет волна Е. И здесь возможен выход у нас вверх. То есть треугольники зачастую это паттерны продолжения тенденции. Если у нас тенденция была растущая, значит и выход из треугольника должен быть по идее растущим. То есть на данный момент какого-то определенного направления нет, поэтому надо дождаться, куда все-таки пойдет рынок. Мы с командой не стоим на месте и в ближайшее время будем выпускать вот такие вот удобные карточки по компаниям. Также будет текстовое описание с выводами. Только взглянув на такую карточку компании, вы будете сразу понимать о ней все основные вещи. Текущая цена, справедливая стоимость, потенциал роста, дивидендная доходность, справедливая стоимость, ПНЕ, ПНС, все показатели, показатели эффективности, прогнозы прибыли и выручки, историческая дивидендная доходность, текущая дивидендная доходность. Будет итоговая оценка. В общем, мы будем публиковать их в нашей группе в телеграм, которая называется Путь инвестора. Обязательно подпишитесь, ссылки будут внизу в описании и в закрепленном комментарии. В понедельник вас ждет первая наша обновленная карточка. Далее посмотрим на динамику мировых цен на сырье. Итак, за неделю нефть марки Brent прибавила 2,5%. Природный газ в Европе вырос на 9%. Сейчас за 1000 км до 1500 долларов. Российская нефть марки EURL сейчас оценивается в 70 долларов. Выросла за неделю на 5%. А напомню, что потолок у нас зафиксирован в районе 60 долларов. Далее переходим к металлам. Итак, золото за неделю выросло на 2,3%. Серебро на 7%. Медь, главный промышленный металл на 6%. Также неплохо выросла железная руда на 5% и платина на 3,5%. Цены на алюминий выросли почти на 8%. Никель на 14%. Далее посмотрим на мой портфель. Итак, денежные средства составляют 63%. Здесь 4 к 1 это рубли к юаням. Далее Яндекс 4%. Магнит, Лукойл, Газпром, Нурникель, Сбер, Новотек. И обратите внимание, новая позиция Positive Technologies. Не люблю покупать компании с высокими мультипликаторами стоимости. Но здесь, я думаю, альтернатив особых нет. И компании некуда деваться. Должна будет вырасти. Далее переходим непосредственно к компаниям. И начнем с Лукойла. Италия не попросит Европейскую комиссию отложить эмбарго на нефть для НПЗ Лукойла на Сицилии. Совет министров Италии одобрил национализацию завода Лукойл. Предприятия передают под временное спецуправление государства. Также сообщается, что Лукойл возобновил переговоры с американской энергетической компанией, которую рассматривает в качестве покупателя, находящегося на Сицилии НПЗ. Лукойл планирует заключить соглашение на сумму 1,5 млрд до 5 декабря. Однако, предприятие Италии, которое ранее внесло НПЗ в перечень критически важных со стратегической точки зрения инфраструктурных объектов, считает, что сделка потребует намного больше времени. К сожалению, для Лукойла оба варианта здесь негативны. И непонятно, какой сценарий более негативный. Первый вариант – это НПЗ забирает итальянское правительство во временное пользование или навсегда, тоже никто не знает. Второй вариант – это НПЗ продается американцам, ну, как вы понимаете, в текущей ситуации будет существенный дисконт. Кстати, есть еще третий вариант – это так называемый размен активами. Лукойлу остается НЛ Россия, которая принадлежит итальянцам, а НПЗ отходит самой Италии. Далее поговорим об очень интересном событии на российском рынке. И я вам расскажу, почему это действительно интересно. На IPO выходит сервис аренды самокатов в уж. На этом слайде вы увидите количество IPO в России. И обратите внимание, в 2021 году, когда у нас рынок был на подъеме, мы увидели максимальное количество IPO – 8 штук. Все потому, что когда рынок находится на хаях, в это время те, кто размещаются, им удается привлечь большее количество капитала. И вот мы видим 2022 год. На данный момент 0 IPO. Это говорит о том, что рынок находится на самых низах. Кстати, на американском рынке абсолютно идентичная картина. Рекорд был в 2021 году, а 2022 год – самый худший. После последних IPO 2021 года, конечно же, инвесции разочарованы, потому что акции 7 из 8 эмитентов показали падение сцены открытия торгов на Мосбирже. Позитив – это единственная компания, которая торгуется в плюсе после размещения. Но одно дело – покупать акции на размещении в 2021 году, когда рынок на хаях, и в 2022 году, когда рынок на низах и аппетит к риску низкий. Это я к тому, что IPO в уж может быть интересным. Далее посмотрим на основные финансовые результаты компании в первом полугодии 2022 года. Итак, выручка составила 3,2 миллиарда рублей. Ебеда или прибыль до вычетов налогов по кредитам и амортизации оборудования – 1,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 0,4 миллиарда рублей. То есть, делаем первый вывод – компания прибыльна. Идем дальше. Смотрим на мультипликаторы стоимости. Итак, компания оценивается сейчас в 21 годовую прибыль. Ну, конечно же, это достаточно дорого, особенно для российского рынка. Также компания оценивается в 4,5 годовых выручки. Но обратите внимание на темпы роста – в уж растет 63% в год. По итогам 2022 года в уж ожидает рост выручки на 50%. Привлеченные в рамках IPO деньги в уж планируют потратить на увеличение парка самокатов и выход в новые города. Сейчас компания работает в 37 российских городах, а также в Астане, Алма-Ате и Минске. База клиентов – более 11 миллионов человек. По выручке – 6,3 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев. И количеству поездок – 47 миллионов в 2022 году. Компания занимает почти половину российского рынка. Прибыль сервиса по итогам 2021 года составила 1,8 миллиарда рублей. Эта история для меня выглядит достаточно интересно и буду продолжать за ней следить. Обо всех событиях буду вам, конечно, обязательно рассказывать. Далее переходим к новотеку. Похолодание в Европе и Азии может увеличить конкуренцию с зажиженный природный газ, которым страны Европы пытаются заменить российское топливо. Что касается Европы, то она сталкивается с арктическим антициклоном, который, по прогнозам метеорологов, останется на континенте как минимум на протяжении двух первых недель декабря. Это станет серьезным испытанием для европейских газовых систем. Как видите, с 24 октября, когда мы увидели 1000 долларов за 1000 кубометров, цена постепенно растет. Соответственно, сейчас уже 1515 за 1000 кубов. Новотек продолжает поставлять СПГ в Европу и является выгодоприобретателем от высоких цен на природный газ в Европе. Далее пару слов о Газпроме. Компания опубликовала операционные данные по итогам 11 месяцев 2022 года. Итак, добыча снизилась почти на 20% в год в году. Серьезный минус. Экспорт дальнего зарубежья составил 95 млрд кубометров, снизился на 45% в год в году. Растет экспорт поставок в Китай. Спрос на внутреннем рынке уменьшился за 11 месяцев на почти 6%. 14 ноября начался отбор газа из европейских подземных хранилищ. На 29 ноября отобрано 2,3 млрд кубометров, 3,3 от объема газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону. При этом нагрузка на подземные хранилища газа Европы в текущем осенне-зимнем периоде будет выше, чем в предыдущие годы. Появляется все больше слухов, что два от крупнейших топ-менеджера покинут свои действующие места. Герман Греф, возможно, последует примеру Кудрина и покинет Сбер, а Сергей Иванов уйдет с поста главы Алроса. Ну и завершая сегодняшний обзор, компания Ленэнерго. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 22 года в размере 44 копейки на привилегированную и обычную акцию. Это оказалось существенно ниже ожиданий, а ждали 15 рублей по привилегированным акциям. И, скорее всего, все дело в юридических тонкостях, связанных с уставом общества. И эти 15 рублей могут выплатить по итогам года. Тем не менее, не все инвесторы это поняли, и мы увидели достаточно существенное падение. Правда, потом произошел небольшой отскок. То есть, скорее всего, волноваться все-таки не о чем. На это у меня на сегодня все. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мои мысли. Ну и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязательно.